Важные цифры, которые мы имеем к данному моменту, число погибших в московском метро составляет, я цитирую, заммэра Петра Бирюкова, около 10 человек. Он об этом сообщил журналистам. Всего за медицинской помощью обратились 149 человек, по данным Бирюкова. Из них 106 госпитализированы. Вертолеты перевезли в больницы 24 человека тяжело раненых. Спасательные работы, добавил Бирюков, продолжаются и будут проводиться еще около часа. Затем к работе приступят следователи. Они будут изучать покореженные вагоны. И только после того, как все следственные действия на месте закончатся, вагоны будут подняты на поверхность. И лишь тогда будет возобновлено движение по линии метро, пока пассажирам предлагают пользоваться Филевской линией или наземным транспортом. Итак, у нас есть некоторые подробности того, что сообщил Сергей Собянин, побывавший на месте происшествия. Мэр Москвы пообещал по миллиону рублей родным погибших при аварии на синей ветке столичной подземки. Напомню, что последние подтвержденные данные – это пятеро погибших и неподтвержденные, но уже озвученные цифры – это 10 человек погибших. И сейчас на прямой связи по телефону с нами замруководителя департамента здравоохранения Алексей Иванович Харипун. Алексей Иванович, здравствуйте. Здравствуйте. Что вы можете сообщить о количестве погибших, пострадавших и о состоянии раненых? На нынешний момент медицинская помощь оказана и оказывается 120 пострадавшим. В работе участвовали более 120 машин скорой помощи и вертолетная техника. Больных госпитализировали в 14 медицинских организаций города Москвы, это крупнейшие больницы. Всего госпитализировано 108 человек. Среди них есть тяжелые пациенты, некоторые поступали в отделение реанимации. Тому, кому нужно, выполняется оперативное вмешательство. Все, что есть, что необходимо в больницах для оказания квалифицированной медицинской помощи, имеется. Но мы оцениваем примерно треть от всех госпитализированных в состоянии тяжелые, остальные средние тяжести и удовлетворительные. По погибшим уточненные данные на сегодня 5, но эта цифра может измениться. Алексей Иванович, расскажите, в какие больницы отправляли раненых, где их сейчас больше всего, достаточно ли сейчас специалистов, как проводится работа с родственниками пострадавших? Больных отправляли в 14 больниц Москвы. Это 67-я, Боткинская, 71-я, 1-я, Институт Слифосовского, конечно, 36-я, 64-я больница, 5-я, 7-я, 13-я больница, 79-я, 12-я больница, 20-я больница и 31-я больница. Повторюсь, что все необходимое для того, чтобы оказывать страдавшую медицинскую помощь, квалифицированную на высоком уровне, у нас в наличии имеется. Алексей Иванович, вот поступает информация, что эвакуация людей с места происшествия закончена. Вы подтверждаете, что количество раненых уже перестало расти? Да, эвакуация практически закончилась, но дело в том, что пациенты некоторые продолжают обращаться, поэтому цифра пострадавших может несколько изменяться, но в целом то, что я сказал, соответствует действительности. Алексей Иванович, ну и позвольте уточнить информацию о погибших. Правильно ли я понимаю, что на данный момент точно известно о пяти погибших, но возможно, что это цифра 10 или больше? Вы правильно понимаете, 5 это уточненная цифра, но она может изменяться в сторону увеличения. Спасибо, на прямой связи по телефону с нами был зам руководителя департамента здравоохранения Алексей Харипун. Итак, вот заявление мэра Москвы Сергея Собянина. Он отменил утреннее заседание столичного правительства и приехал на место ЧП. Эвакуации из-за вагонов метро, которые находятся в аварийном состоянии из-за схода с рельсом и организовано движение общественно-пассажирского транспорта. Проводятся все меры для того, чтобы помочь людям вовремя их эвакуировать и оказать помощь. В ближайшее время мы ожидаем нашего корреспондента Павла Мельника. Он должен выйти на прямую связь со студией и рассказать подробности того, что сейчас происходит на Кутузовском проспекте, того, как идет эвакуация. Ну, как мы знаем, всех пострадавших уже извлекли на поверхность. Все, кто мог обратиться из тяжело раненых, уже обратились, их доставили в больницы. Возможно, еще будут обращения людей, которые ранены не так тяжело и находятся сейчас в состоянии шока. Возможно, они сами добираются до больниц. Всего очень много столичных клиник задействованы в госпитализации. Их больше 15. Работали сегодня 8 медицинских вертолетов, которые развозили тяжелобольных по столичным больницам. Ну, и мы надеемся, что подтверждена информация о том, что человек, который остается пока в вагоне, он жив, и его извлекут на поверхность, и мы больше не будем рассказывать вам о том, что цифра погибших увеличивается. Продолжение следует... В прямой связи с нами наш корреспондент Павел Мельник. Павел, здравствуйте еще раз. Расскажите, что известно вам к этой минуте. Готово. Здравствуйте, Марат. Напомню, что в нескольких шагах от входа в вестибюль станции метропарк Победы у Триумфальной арки на Кутузовском продолжают дежурство. Оперативная авиация Министерства чрезвычайных ситуаций. Мы насчитали всего 8 вертолетов. Они предназначены для эвакуации пассажиров, которым необходима срочная госпитализация. Самые последние цифры на эту минуту, которые озвучил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. Эта информация касается погибших и пострадавших. Погибших на данную минуту со слов Бирюкова 10 человек. Всего пострадало и обратилось за помощью 149 пассажиров московской подземки. 106 человек были госпитализированы, развезены по разным больницам. Еще одна важная информация. По состоянию на эту минуту под землей находится 5 человек. Об этом сообщил Петр Бирюков. В течение часа примерно столько времени потребуется для того, чтобы вызволить их из плена покореженного металла, поднять на землю и развезти по больницам. Что касается, в общем, восстановления движения на станции, ремонтных работ, на это потребуется как минимум сутки, а то и больше. Официальная формулировка того, что произошло, да даже о ней сейчас тоже не говорят. Как рассказал Петр Бирюков, все причины установят дознаватели. Но вот та информация, которая озвучивалась ранее, это якобы на перегоне между станциями Парк Победы и Славянский бульвар, произошло ложное срабатывание пожарной сигнализации, в результате чего поезд совершил резкое торможение, в результате чего, соответственно, пострадали люди. Вот в метрополитене говорили о том, что сигнализация сработала, это был ложный сигнал, а вот очевидцы утверждают, что видели на станции Парк Победы дым, который шел из тоннеля. Об этом свидетельствуют также снимки из социальных сетей. Пользователи делали их на камеры мобильных телефонов. Это все моментально расходилось по интернету. Информация, которая пришла из штаба мэра Москвы Сергея Собянина, вот эти 10 человек, о которых известно, что они погибли на эту минуту, мэр Собянин пообещал семьям погибших материальную компенсацию в размере 2 миллионов рублей. Продолжают прибывать автомобили оперативных служб сюда, к станции метро Парк Победы. Полиция также несет дежурство на Кутузовском проспекте. Выделено 2 или 3 полосы для того, чтобы оперативные службы имели возможность беспрепятственного доступа к непосредственному месту происшествия. Вертолеты МЧС, которых мы насчитали 8 штук, я напомню, сейчас находятся на низком старте. Их двигатели заглушены. Они ожидают окончания той самой спасательной операции. Под завалами все еще находятся 5 человек. Они, возможно, подают признаки жизни. Вот что скрывается за этой формулировкой, озвученной нам в оперативном штабе, сказать сложно. Но работы по спасению этих людей ведутся. Вот вся информация к этой минуте. Продолжаем работать на месте. Да, Павел, продолжайте. Скоро мы с вами снова свяжемся. Я добавлю, что по последним данным в больнице вертолетами доставлено 24 пострадавших в аварии. Ну и информация, касающаяся автомобилистов. До 22 часов сегодняшнего дня будет ограничено движение по Кутузовскому проспекту из-за аварии метро. От Киевского вокзала по Кутузовскому до 22 будут введены ограничения. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!